Дневной разворот Сразу давай, Аня, проанонсируем вторую тему, которая будет после 12-ти. Звучит она следующим образом. Основы православной культуры. Кто и как преподает предмет в школе. У нас есть поводы для того, чтобы обсудить эту тему, безусловно. И мы пригласили для обсуждения протеерея Евгения Смирнова, руководителя отдела образования и катахизации Вятской епархии. К этой же теме у нас приурочен опрос на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте. Мы спрашиваем вас, насколько вы хорошо разбираетесь в мировых религиях. И призываем вас звонить и во втором части тоже, и в первом. Будет открыт доступ в дневной эфир, естественно. Номер телефона, 211-101. Да, но во втором части, прежде всего, мы просим звонить родителей, дети которых изучают этот предмет в школе. Это 4-й и 5-й класс. Ну, не обязательно этот. Я напомню, да, мы коснемся этого в начале первого часа, что предмет по выбору. Всего блока, в который входит основа православной культуры, да, пожалуйста, готовьтесь, высказывайтесь о своих впечатлениях и ощущениях от того, с чем приходят дети из школы после изучения этого предмета или других блоков в рамках. Но все-таки мы говорим об основах православной культуры. Больше будем конкретно об этом говорить в блоке. Ну, а в первой части дневного разворота совершенно другая тема. Ну, отличная тема, я скажу, да. У нас здесь люди, которые приехали из Сочи. Они вчера и позавчера еще видели море, я так понимаю, солнце и зелень. Я уверена, они видели море, солнце и зелень. Ты думаешь, они были очень заняты? Да, я думаю, я рассчитываю на это. Не зря же они туда. Давай начнем. Представляете, Виктория Столбу, заместитель директора областного дворца молодежи. Добрый день. Добрый день. Артем Плаксин, сотрудник областного дворца молодежи. Здравствуйте. Всем привет. Еще одна наша гостья. Светлана. Заведующая отдела проектно-коммуникативной деятельности художественного музея имени Воснецовых Софья Кулешова. Соня, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и наша коллега Вера Власова, естественно, участница фестиваля. Прежде всего, Вера, с тебя отчет потребуем за двухнедельное отсутствие на работе. Добрый день. Потому что, конечно же, Вера работала на фестивале как представитель СМИ. И вот с этой точки зрения будет очень интересно, что ты подметила, что ты увидела, какие-то такие нюансы. Каждый, я так понимаю, что работал по своей все-таки, да, вот линии. У каждого были свои задачи. Мне кажется, что именно с задачи, которые ребята ставили перед собой, или, может быть, перед вами ставили задачи перед поездкой на этот форум, и стоит начать. Ну, наверное, начну я в первую очередь как представитель регионального подготовительного комитета. Представляли в РПК как раз и Дворец молодежи, и Российский союз молодежи, организацию, которую я возглавляю. И перед нами стояли следующие задачи. В первую очередь это работа с делегацией. Так как именно ребята, которые прошли очень серьезный отбор, смогли представить наш регион на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В состав участников попали как представители некоммерческих организаций, студенты, работающая молодежь, те спортсмены, которые представили свои достижения. Большая делегация была. Да, действительно, очень большая делегация по сравнению с предыдущими годами. У нас была квота 100 человек. Кроме этого мы отбирали также и помогали в подготовке волонтеров. То есть наш регион представили также еще 30 волонтеров. Поэтому 130 человек это те люди, которые действительно во всей красе представляли Кировскую область на всемирном мероприятии. Я правильно понимаю, возраст участников от 18 до 35 лет? Все верно. И это такая мощная молодежная команда, которая уже 11 октября отправилась в дружной компании на всемирный фестиваль. И которая, кроме того, что участвовала в основной программе, это дискуссионная, спортивная и культурная программа, также еще и представляла себя на нескольких площадках. В том числе это выставочный стенд Кировской области, о котором тоже расскажут и ребята в том числе. Ну, в наших задачах также входила действительно коммуникация со всеми всемирными и нашим всероссийским комитетом. Полная подготовка, естественно, документов, полная работа, например, с российскими железными дорогами, с трансфером участников. Ну и, конечно же, в первую очередь, настрой. Настрой всех ребят на то, что мы едем представлять не только свой регион, мы представляем всю Россию. Так как на фестивале собралось более 180 стран, и чтобы у ребят были самые яркие эмоции от своего представительства, ну и от самого фестиваля. Мы старались создать условия. 185 стран, 25 тысяч человек участников, 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Где вы там размещались-то в таком количестве? Эти подробности мы с тобой обязательно разберем. Артем, да, продолжим линию Дворца молодежи. Вы лично с какими задачами ехали на фестиваль? Ну, я также, как и Виктория, входил в состав регионального подготовительного комитета в качестве не только как сотрудника областного Дворца молодежи, но и как руководителя студенческих отрядов Кировской области. И передо мной стояли задачи по реализации непосредственно и подготовке стенда региона. То есть мы разрабатывали как дизайн, начиная с дизайна, так и концепцию вообще того, что мы будем представлять на всемирном уровне от Кировской области. Ты понимаешь, Аня, с кого спрашивать сейчас будем? Я понимаю, да. Я даже знаю, что наш стенд был оформлен в виде избушечки такой, вот, напичканной просто современными технологиями внутри. То есть снаружи она выглядела как изба такая, знаешь, русская традиционная. Я почему-то сразу избушку на курьих ножках. А внутри гаджеты, всякие провода, розетки и прочее. Вятская изба была, да? Да, ее так и назвали. На самом деле, то есть те ребята, которые приходили еще до открытия выставки, так сказать, экспоненты других регионов, они так и назвали Кировская изба. Кировская изба. Да, потому что, ну, у нас Кировский регион все равно было написано, то есть мы, да, не как Вятская изба. А почему не решились назвать Вятская изба? Вот так и тянется, уж если изба так Вятская все-таки. Кировский дом, может быть? Нет, там все было очень действительно красиво. Витьеваты узоры ворот, которые привлекали внимание сразу же. И было видно, что там внутри все время что-то происходит. Так, вот сейчас мы все расскажем. Так, нет, давайте сразу же. Вот Артем отвечал за стенд, да? Большой ли он был этот стенд? 49 квадратных метров. 49 квадратных метров. Почему такой объем? Там у вас лимит какой-то был, выделялся на каждый стенд? То есть также приходили, как и всем другим регионам, запросы на ту площадь, которую мы можем заполнить как регион. Вот, и мы, собственно, выбрали из двух вариантов, которые нам предлагал непосредственно уже Всемирный, да, подгазительный комитет, если не ошибаюсь. 49 квадратных метров, это такая хорошая большая студия или двушка в хрущевке? Вот, чтобы представляли себе, да, какой размер избы был. 7 на 7 у нас был, просто квадрат 7 на 7. Вот, и исходя уже из размера и наших предпочтений, там, и вообще, как позиционируется наша область в средствах массовой информации в умах людей, мы разрабатывали... Наконец-то, сейчас мы услышим, как же позиционируется наша область. Мы разрабатывали, да, уже какой-то концепт, вот, было, ну, в общем, очень большое количество вариантов того, как это сделать, начиная от полного интерактива и каких-то высокотехнологичных вещей, и вот заканчивая непосредственно нашими народными промыслами, тем, что ближе к людям, вот, и подумали, что, на самом деле, будет, наверное, у всех высокие технологии, давайте как-то попробуем выделиться. На самом деле, мы были одним из немногих стендов, которые были оформлены в деревянном стиле. И давайте вот прям картинку нарисуем. Итак, вот у нас 7 на 7 стенд, вы говорите, там какие-то ворота были, забор с воротами, полисадник, что-то было. Нет, там была входная секция, которая выполнена как раз из деревянных ворот, да, они были все узорчатые. Кто делал? С резными окнами. Есть у нас такой прекрасный мужчина, который очень много всего деревянного создаёт у нас в регионе. Лопатин Геннадий Яковлевич. И он помогал нам в создании этих ворот. Да, в создании, он действительно их разработал. Итак, ворота у нас полминуты до перерыва дальше. Ворота потом, слева у нас была большая деревянная барная стойка, на которой каждый желающий мог купить себе кофейный напиток. И также они, ну, кофе было сделано с вятским квасом, непосредственно у нас был такой... В смысле, микс? Да, микс. Кофе с вятским квасом? Да, специальный напиток. Да, затем было непосредственно уже интерактивные площадки шли, то есть Софа расскажет про свои непосредственно. Были там картины, да, которые дополнены реальностью, можно было посмотреть. Был стенд... Интерактивные картины, да? То есть вот не то, что продают у нас на улице вот здесь вот, московская, а интерактивные картины. Да, Софа подробнее расскажет, что это вообще такое. Дальше были VR-очки, где можно было с высоты птичьего полета посмотреть на историческую часть нашего города. Затем был велотренажер, на котором мог прокатиться любой желающий по набережной Грина. Тоже в очках вот в этих, да? Нет, там было без очков, но тем не менее было как бы ощущение того, что ты действительно едешь по набережной Грины. Перед ним экран какой-то был? Да, перед ним экран, и ты едешь на велосипеде. Вот, и... Ой, как хорошо про велосипед и набережную Грина. Это Шульгина надо туда посадить, он тут высказывался в ползельник. А самое главное, что это было все синхронизировано, в зависимости от того, как вы едете, с какой скоростью, с такой скоростью вы передвигаетесь. То есть ощущение присутствия и прогулки. Вот, сейчас давайте мы здесь сохраним интригу, у нас полминуты перерыва. Ну что, продолжим описание? Конечно, ну, как это уже интересно. Изба, напичканная современными технологиями. Кировская, изба с барной стойкой, с кофейно-квасным коктейлем, да? Понятно, что был вятский квас, но вот все-таки зря вы не решились на вятскую-то избу. Ну что это? Там еще был рожейстол. Замечательные табуреточки рубленные. Это уже Вера Ласова тут говорит. Это я уже, да? Да, это все у барной стойки. Нет, это совершенно отдельная площадка, мы о ней тоже скажем. Просто если уж мы говорим об интерьере вот этой вот вятской избы. Дерево использовалось в полной силе. В расширительной везде. То есть мы позиционировали все-таки себя как лесной регион. Да, но кроме этого, дерево создавало именно уют. И у всех, кто приходил, а приходили к нам не один раз, то есть люди хотели прийти еще, еще и еще, и они каждый раз открывали для себя что-то новое на нашем стенде. То есть это такая welcome атмосфера. Хотелось домашнюю атмосферу создать. И кроме этого, чтобы у людей была возможность увидеть, увидеть то, что они почувствовали себя здесь, в Кировской области. Ну давайте мы продолжим. Вятский квас понятно, почему-то с кофе. Видимо, там тоже есть какая-то подоплека. Дальше, значит, на велике по набережной. Очень трудно проехать, на самом деле, в реальности. На велике. Но хоть там у вас получилось. Глядишь, и будет действительно это так хорошо. Хорошо. Дальше интерактивные площадки, интерактивные очки, чтобы можно было посмотреть с высоты птичьего полета. И еще что было? Была как раз крайняя справа площадка. На ней располагались наши замечательные мастерицы, где гости нашего стенда могли непосредственно расписать дымковскую игрушку. Дымковская игрушка. Да, в нашем, да. Пожалуйста, продолжайте, продолжайте. Расписать дымковскую игрушку и непосредственно получить ее как сувенир. Да, вот тут у меня вопрос. Я знаю, что там была наша дымковская барыня. Да. Так я понимаю. Причем говорилось, что она была большого размера. И у меня был вопрос. Она была из глины? Нет, нет, нет. Она была из пенопласта, специально изготовлена для того, чтобы мы смогли ее транспортировать. Ну потому что, да, тяжелая. Но при всем при этом она действительно была таким очень важным арт-объектом. Она привлекала внимание в первую очередь, завлекала. Кроме нее завлекали внимание также наши еще прекрасные девушки, которые вели экскурсию. Тоже в нарядах. Они также были в дымковских нарядах. И причем наряды у нас сменялись постепенно с ходом выставки. А, у вас был отшит целый гордер. Чемодан костюм. Естественно. Причем как женские, так и мужские. Мы теперь знаем, куда обращаться за костюмами, если что. Да, обращайтесь. На велопарад поедем в эти костюмы. И фотографироваться с бар, не приходите, а нам подобраться молодежью. Отлично. А вы обратно ее привезли? Конечно. Какие молодцы. Это сборная-разборная такая. Нет, она цельная. Слушай, как же вы ее тащите. Из Сочи двухметровую барыню. Козель. А, ехали машины со всем оборудованием туда. А вы на поезде, а машины везли вот это вот все. Да, да. Сегодня как раз приезжает. Машина, так что если хотите. А то я представила. Мы можем встретить вятскую барышню. А то я представила. Не кировскую, надеюсь, все-таки барыня. Она вятская барыня. С двухметровой дынковской барыней. По Москве. Ты понимаешь, барыня вятская, а люди кировские приехали туда. Да, да. Ну, мы, конечно, рассказывали про всю историю Кировской области, в том числе, как она называлась, вяткой, хлыновым. То есть у нас наши ведущие экскурсии были очень действительно информационно подкованы. Сколько было экскурсоводов? Было четыре экскурсовода основных. Кто эти люди? Это как сотрудники дворца, так и волонтеры, которые приехали вместе с нами туда. Мы их очень тоже хорошо настраивали. Они знали о каждом из этих проектов, всю информацию. И, кроме того, они знали про отдельные промыслы. То есть не только дынковская игрушка, но там, например, плетение из лозы. Например, особенная роспись матрешки, которая есть именно у нас в Кировской области. Например, наши механизмы. Волитские, по-моему. Да, есть особенности. И мы все это привезли с собой. То есть нам помогло действительно огромное количество наших производителей региональных, которых мы привезли туда. Знаете, я сейчас о чем подумала. Вот все, что вы сейчас рассказываете, ну, исключая там интерактивные очки, что не наше изобретение, да, и всякие экраны, и гаджеты, и прочее. Вот это все, вот эти вот промыслы, это история очень нами уважаемая, поддерживаемая, и мы должны это сохранять, и беречь, и продвигать. Но все-таки это история прошлого. А фестиваль-то молодежи и студентов. Так вот, что такое вот молодежное? Вы там представили, что есть в Кирове, чего нет в других регионах? Ну, на самом деле, у нас еще была часть непосредственно нашего стенда. Это большой экран обратной проекции, на котором, ну, собственно, 24 часа в сутки крутились ролики о нашей замечательной молодежи, о тех студенческих объединениях. И о молодежи, да. Я бы, знаете, что туда взяла? Я бы взяла спрей светоотражающий. Точно так же. И брызгала бы всех этим спреем, вот это точно. О нем мы тоже рассказывали, то есть в том числе. А ну, что рассказывать? Надо было партию привезти с собой, просто чтобы ночью все ходили и светились. А вы знак какой-то вянский там изображали, да, люди. У нас был тайный замысел с спреем, то есть у нас была своя региональная форма, и периодически она тоже светилась, так скажем. Так, хорошо. Давайте мы теперь подключим Софию Кулешову, заведующую отделом проектно-коммуникативной деятельности художественного музея имени Воснецова. Давайте представителям музея Воснецовых. Да, София, с какими целями вы поехали? Моя цель была представить проект Вятского художественного музея имени Воснецовых с дополненной реальностью. Это такой проект, который совсем недавно одержал победу на грантовом конкурсе благотворительного фонда Потанина. И вот мы уже готовы сейчас, пока еще идет разработка, доработка и реализация проекта, мы уже сейчас можем похвастаться и представить какие-то промежуточные результаты, которые мы как раз показали на Международном фестивале молодежи и студентов. Проект будет заключаться в реализации на улицах нашего города такого пешеходного маршрута с установкой стендов рядом с какими-то такими историческими объектами, с историческими зданиями. На этих стендах будут изображены непосредственно вот эти здания, как их видели художники в разные времена, в разное время. И мы в формате дополненной реальности, наводя уже гаджет на это изображение, можем видеть, как изображали этот объект другие художники в разное время. Притом контент мобильного приложения будет довольно так хорошо наполнен информационно, можно будет познакомиться с историей города. А вот эта история, это же продолжение вашего проекта внутри музея, когда ты подходишь к старинной иконе со своим смартфоном, да, и можешь увидеть, что было до реставрации всю историю. Совершенно верно. Вот это очень похожий проект. Мы как раз идею взяли оттуда, потому что, ну, дополненная реальность сегодня достаточно такой популярный инструмент в музейной сфере. В рамках одного мобильного приложения можно очень много показать информации. Если вы были у нас как раз, да, Светлана, на выставке «Небо пишет красками святыми», там можно как раз увидеть реставрационный процесс. И это реставрационный такой проект, когда мы отправляли картины в Москву на реставрацию в Центр Грабаря. И вот как раз ребята из Центра Грабаря создали вот это вот мобильное приложение, а мы уже делаем несколько, ну, такую другую направленность, историческую, художественную направленность нашего проекта. Вот я просто хочу сказать, что я всем рекомендую сходить вот на эту выставку «Небо пишет красками», потому что, во-первых, сами иконы достойны того, чтобы посмотреть экспонаты, которые там представлены, крайне интересные. Совершенно иная экскурсия, очень современная, интересная. И потом использование вот этого приложения чудесное. Это практически индивидуальный гид для тебя. Кроме того, что ты можешь еще сфотографироваться, Ань, представляешь, и со старой иконой сфотографироваться, получается, благодаря приложению и с новой. И то же самое, если будет реализовано в городе, не знаю, у нас в России вообще это где-то реализуется еще? Вообще, вот это первый проект, реализуемый именно музейщиками на улице города. Вот, мы будем первые. Да, мы будем первые, именно потому, как раз это и отметили представители фонда Потанина, что инновационность этого проекта именно в том, что впервые только в Кирове будет реализован такой проект. Софья, когда? По срокам? По срокам, по условиям договора, мы представим этот проект к ночи музеев 2018 года. Ну, то есть это уже будет лето? Это весна. Весна, ну весна, да, то есть тепло уже будет. И что, вы об этом рассказывали, это было, это как-то людей интересовало? Вы это презентовали или что? Конечно, то есть непосредственно были представлены те картины, которые будут помещены на стенды в городе. И прямо на этих картинах мы демонстрировали мобильное приложение, которое вызывало такое удивление, восторг посетителей. Люди, там, англоговорящие, там, amazing говорили. Ну, очень удивлялись наши, говорили, что это, как вы это сделали? Вот, вот на этом нужно будет, кстати, сконцентрировать свое внимание на этом проекте, потому что это действительно фишка современная нашего города. К Вере Бласовой перейдем. Вот сейчас со стороны, Вера, да, ты поехала туда как журналист, да, как представитель СМИ, и тебя цепляли немножко, у тебя были немножко другие задачи, ты видела и там позитивные вещи, и те, которые стоит заметить, как, я не знаю, шероховатости в организации, и, может быть, вообще какие-то, я не знаю, что там увидела, но, давая о своих впечатлениях, ты оцени, пожалуйста, наш стенд, как он тебе, ты же походила по всем стендам, посмотрела, да, кто к нам приходил, что говорил, расскажи, пожалуйста. Ну, во-первых, отмечу, что Сергей Кириенко, проводя некий такой предварительный обход, осмотр стендов региональных, отметил Кировский стенд в числе инновационных. То есть, помимо того, что наша область представляется таким, как Виктория сказала, очень уютным, местом, куда можно прийти, попить кофе, спокойной атмосфере, что замечательные девушки всё расскажут. Кстати, пили они кофе с квасом? Кофе пили прямо, вы знаете, огромными толпами. На самом деле, такие очереди выстраивались, я ни на одном стенде не видела таких очередей за кофе. Это всё-таки кофе-то был горячий или холодный? Кофе ребята делали разный, но фишка его в том, что он обжарен именно на территории Кировской области. То есть, ребята не просто так приехали, они именно вятскую обжарку преподносили и рассказывали. На самом деле, этот кофе подавался, я знаю, что очень многим первым лицам, начиная от Игоря Владимировича, губернатора Кировской области. Василий был там, да? Да, 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 про это ещё чуть позже расскажу, с позволения ребят. Вот так и ведущим спикерам Герману Грефу подарили ребятам пакет обжаренного кофе. Там руководителю предприятия удалось им даже лично пообщаться, нам об этом в СМИ информация есть. Вот я хочу сказать именно об отношении иностранцев к нашему стенду в частности, как они себя там ввели, потому что на стенде я была неоднократно, и удалось мне и попереводить то, что ребята там говорили, иностранные, очень интересные, открытые люди. Вот что значит лингофон, как ввести, да, и создавать. Это потрясающее ощущение, на самом деле, потому что люди, приходящие туда, они приходят несколько растерянные из-за того, что очень много всего у нас в стенде представлено. Семь на семь, на самом деле, совершенно небольшая площадка, и то, как удалось скомпоновать всю вот эту вот деятельность, как удалось ее разместить, это положительным образом характеризует организаторов. В первую очередь они были, конечно же, поражены велосипедом нашим, потому что нигде на территории выставки USA Expo, она проводилась в первый раз вообще в фестивале, то есть это первый такой опыт организаторов, нигде они такого не видели, чтобы можно было физически что-то поделать. VR-очки были на многих стендах, то есть там люди уже привыкли, что они приходят, смотрят, потому что это показывают классно, но так, чтобы вот сесть и что-то такое активное поделать... Чья эта идея была, скажите? Ну, я не буду забирать все лавры. Да, делайте, понятно. Но с другой стороны, команда разработчиков. Очень хорошо. Пять человек разрешили. Конечно же, проект, я уверена, что ребята его еще будут дорабатывать, потому что совершенства предела нет, но именно когда ребята из Западной Европы, из Средней Азии садятся на этот велик и проезжают и видят нашу кировскую природу, потому что там действие, естественно, происходит летом, они в полном восторге. Да вот даже если, ну что, далеко ходить, эти же VR-очки над Кировом пролетать и вообще над какой-то территорией, как раз что нам дают эти VR-очки, это очень редкие впечатления. Вот мы с Соней как раз присутствовали, когда девушка из Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, приходила. Мы ей рассказали совместно в два голоса о том, что у нас с Кировой происходит. Она надела тебе VR-очки. У нее было столько впечатлений, столько эмоций. Она почувствовала, что она летит на самом деле. И ой, а вот это что? А как посмотреть, что здесь? Все, она быстро разобралась. И потом уже вопросы. Ой, расскажи, где ты живешь? Вот я это вижу. Покажи свой дом. Да, 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 покажи свой дом. Да, конечно, ребята очень были порадованы. Особенно хочу рассказать еще о мастер-классах, которые девочки проводили. Как раз вот за этот такой вот рубленный огромный такой вот стол там был. Здесь вот табуретки такие прям настоящие. Два раза в день были мастер-классы. Один раз был мастер-класс в день по именно разукрашиванию, да, то есть росписи адемковских игрушек. Там девочки привезли заготовки. То есть можно было расписать это все и с собой внести. Естественно, совершенно бесплатно. А второй мастер-класс был именно по лепке дымковской игрушки. То есть здесь вот... А дымковским мастерицам, которые там представляли наш промысел, тоже было до 35 лет. Да, молодые. Все молодые. Сейчас приверемся на короткую рекламу. А после этого снова будем в студии глазами очевидцев рассказывать о Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, который только что завершился. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занько. И наши гости – участники фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Мы их спрашиваем о впечатлениях. Вера у нас выступала до перерыва. Верочка, завершаем. Да, и вот ребята напомнили сейчас во время перерыва. На самом деле об успешном соседстве нашего стенда. Прямо напротив располагался стенд Хабаровского края. И их фишкой главной было самолётостроение, как я поняла. И у них был такой интерактивный экран, где можно было разрисовать, расписать самолёт. И наши мастерицы, не растерявшись, расписали самолёт именно в стиле дымковской игрушки. Под дымков. Да, там было два варианта. Мы записали замечательное видео. Кстати, вся информация, о которой мы говорим, и о деятельности делегаций, оперативно очень выкладывалась в соцсети. Вконтакте есть специальная группа, посвящённая деятельности кировской делегации. Я хотел ещё добавить про второй, наверное, маркетинговый ход. Хабаровский. То есть у них стояла большая фотобудка, где любой желающий мог сфотографироваться в трёх фотографиях с какими-то гостями. И как раз фон этой фотобудки был непосредственно стэш Кировской области. Когда мы занимались монтажом, то есть ко мне подходили ребята с Хабаровского края, так смотрели на меня, блин, слушай, может тут вот флаг повесить наш там, может гербы наши разместить. А вот нет, это не молодцы. Наши деревянные ворота и Кировская область просто висит. Спасибо, друзья. Так что по миру более тысячи фотографий с Кировской областью разлетелись благодаря Хабаровскому краю. Софья? Я хотела сказать, потому что, наверное, ребята ошиблись, нужно было развернуть в свою сторону, на свой стенд направить. Нам это на руку. Но получилось так же только за соседство. Всё верно. Давайте про высоких гостей ещё раз. Мы поняли, что там были представители, руководство Кировской области, услышали, что там был Игорь Васильев. Кто ещё? Ну, естественно, Андрей Александрович Курдюмов представлял также наш регион. С них всё началось. Также исполняющий обязанности министра спорта и молодёжной политики Георгий Андреевич Барминов. С них, можно сказать, началось открытие нашей выставки, ну, кроме Сергея Кириенко. Кроме них, выставку, например, посидел руководитель Федерального агентства по делам молодёжи, Росмолодёжь, Александр Пугаев, который также отметил именно уютность нашей выставки, который попробовал как раз наш, можно сказать, национальный напиток, который мы преподносили, увидел, как действуют все наши интерактивные зоны. И после его посещения наш стенд также вошёл в ряд именно интерактивных площадок, к которым потом были отдельные пресс-подходы. То есть именно к нашим ребятам подходили СМИ, брали комментарии у наших мастериц, у наших как раз авторов проектов. И это именно такой, ну, очень такой важный информационный, наверное, повод был. Кроме этого, естественно, к стенду подходило огромное количество министров, замминистров, губернаторов других регионов и областей, представителей стран. Потому что мы общались, начиная от министра по молодёжной политике Израиля и завершая, например, как раз, как и говорили, главными руководителями Ирана и других стран. И для нас это огромный опыт в общении. Это действительно позиционирование региона на самом высоком уровне, но мы вот стали такими тоже первооткрывателями. Я сейчас, ребят, подозреваю, что молодёжь у нас лучший регион презентует на международной арене в том числе. Но это внушает только уважение и радость, что мы умеем и можем, и что вы представляете о нашем регионе, ваше представление о нашем регионе позитивно исключительно. Да, естественно. Правительству надо рекомендовать больше отдавать, конечно же, в руки наших молодых людей подобных проектов. И тогда у нас всё будет хорошо. Вот я вам, Артём, отвечаю, что я похвалю при случае на разных площадках эту историю замечательную совершенно. Большой частью программы фестиваля, конечно же, были встречи со знаменитыми, известными людьми в России и за рубежом. И я знаю, что желающих было просто огромное количество, так что даже чаша переполнялась. Да, Вера? Да, на самом деле, большей частью, и, конечно, ещё задолго до проведения фестиваля, когда было у смешников, во всяком случае, первые программы, когда мы видели фамилии, сразу же возникала очень положительная эмоция, потому что привезти таких спикеров на фестиваль, это дорогого стоит, потому что их услышать, увидеть их вживую. И, естественно, как следовало ожидать, поскольку участников было больше, поскольку... А участников было больше, чем даже планировалось? Больше, чем планировалось. И значительно больше. Из-за других участников, в том числе. Да, делегации из других стран заявляли сначала одно количество, привозили по факту другое. Ну, скажи, вот ты-то мне рассказала до эфира, да, про Словакию. Там делегация ожидалась 500 человек, а приехало 3000. И это просто к тому, что о накладках на фестивале, организационных каких-то проблемах, естественно, писали и в соцсетях, и везде, и всюду. Без этого никак, разбирают всё по косточкам. Ну вот, как бы, есть объективные какие-то вещи, есть те, которые просто не предусмотрели. Объективная вещь, когда тебе говорят, что 500 человек приехало, 3000, ты же не отправишь обратно 2500, правда же? А их нужно разместить, их нужно накормить. И занять. И занять, да. И такие вот вещи тоже были. Большой плюс в сторону организаторов то, что смогли они с этой ситуацией справиться. То есть в итоге и всех разместили, и всем раздатку дали. И даже учитывая популярность некоторых спикеров, к примеру, вот Ник Вучич, наверное, самый популярный спикер, самый известный человек в фестивале. Давайте напомним, да, про него немножечко. Это очень известный оратор, мотивационный оратор, человек, у которого... Нет ни рук, ни ног. Да, с рождения у него есть некоторые отклонения по развитию. Вот что интересно тоже, я заметила, что у нас в России говорят человек с отклонениями, да, с особенностями развития. А в англоязычных странах говорят люди с особыми потребностями, да, что им, наоборот, нужно давать, а им у них нужно брать. Вот, и, конечно же, у него очередь выстроилась задолго, там, чуть ли не за 12 часов до его выступления. Наши ребята ехали рано-рано утром, чтобы попасть в очередь, чтобы, да, войти. У него эфир, да, был в 11.30 выступление. Первое было назначено в итоге чуть ли не в 4 часа ночи. Ребята туда приезжали, уже занимали места как-то в очереди, чтобы встать. Вот и плюс организаторов, что они, во-первых, договорились с менеджерами Ника и организовали не одну, а две лекции, то есть распределив тем самым объемом. И на всех экранах, а их в медиа-центре было очень много, их было очень много также на всех площадках Олимпийской деревни. Там можно было прямую трансляцию смотреть, то есть что там происходит, о чем Ник говорит. Ну а для прессы, конечно, чтобы там журналисты, которых было 1300 человек, да, без малого, для них был специальный пресс-подход организован, специальная пресс-конференция между двумя лекциями, где журналисты уже непосредственно могли свои вопросы Нику задавать, да, и с ним уже отдельно пообщаться. Вот, кроме того, безусловно, огромной популярностью у вас пользовались все выступления министров Российской Федерации, то есть очень много иностранных партнеров, иностранных деликатов на них присутствовало. Фредерик Бигбедер произвел фурор тоже на фестивале, на него тоже очень много было желающих послушать. Они там совместно с Сергеем Безруковым, с Эдгардом Запашным выступали. Боже мой, какой замес крутой Безруков. Да, да, потому что там определенная тема культуры рассматривалась, вот именно на культурной площадке. Всего, к слову сказать, было 12 направлений работ дискуссионных площадок, и на всех 12 присутствовали наши кировские делегаты, вот решая свои конкретные задачи предприятий, свои лично, да, тех организаций, в которые они работают. Вот, и я думаю, что нужно ожидать того, что все эти знания, все эти воркшопы, которые были, посещались нашими ребятами молодыми, активными, это все не останется, не пройдет бесследно, и все это ребята будут применять. Все фиксировалось, записывалось, естественно, как отмечалось. Да, кстати, очень много ребят, вот именно прям поименно, перечислить бы их как-нибудь, и по спортивной части, и по культурной части очень выделились. В частности, девочка у нас одна участвовала. Там ведь соревнования еще были, насколько я помню. Было очень много, то есть они происходили там 12 часов в день, с утра до вечера, очень много разных направлений, наши отметились и в футболе, наши отметились в БМХ, в ГТО, безусловно, да, по подтягиваниям. Пробежали наши ребята, очень хорошо там было. То есть не зря у нас все триатроны, скафеты, гитарочные площадки. Ну что, ваши пожелания, Вера, услышаны. Мы обратимся в соцблог нашего правительства и пригласим сюда в студию и Дмитрия Александровича Курдюмова, и Георгия Барминова, Аня Альминова, я видела, там тоже была. То есть попробуем, может быть, какую-то расширенную версию сделать еще с одним обзором. По спортивной части, именно, да? По спортивной, по культурной еще. И студентов, потому что же, ну, товарищи, 130 человек, делегация, поехала вообще-то, как бы, да, мы с Аней сидели и думали, что они там все делают в таком количестве. Нет, меня больше всего, конечно, удивляет. Я не понимаю, где они разместились. Я представляю себе город Сочи. Мы размещались в Сочи, в Адлере, в Розехутер. То есть везде курсировали шаттлы бесплатные. То есть участники могли постоянно передвигаться в разные стороны всего вот этого побережья. Вот, кстати говоря, про то, что делали. 8 тысяч мероприятий только на дискуссионной площадке было. А кроме того, еще спортивная площадка была и культурная. Да, ну, и много всего еще около творческого. То есть 8 тысяч мероприятий. Ну, нам, прежде всего, конечно, интересно, какие правительство тоже видело перед собой задачи. Потому что не просто так свозить делегацию из 130 человек. Чем вы конкретно четверо занимались, я уже поняла. Да, но какие задачи правительство ставило, чего оно от вас ожидает, да, каких итогов. Итогов, должно же быть движение какое-то вперед, выхлоп, что называется, от вот этого присутствия. Мы с ними поговорим поподробнее. Но уже позже. Да, за тем, что вы делали. Скажите, погода-то хоть не подвела, хорошо было там. Мы почувствовали все варианты погоды в Сочи. Начиная от проливных дождей до, в принципе, жарких дней, когда невозможно ходить без очков, что так светит, слепит солнце. Поэтому, наверное, нам повезло точно. Территория Олимпийского парка, на самом деле, огромная. Чтобы ее прийти, нужно где-то час, наверное. Мы в первый день, как только мы прибыли на место, мы практически полдня шли от пункта А в пункт Б, то есть пересекали всю территорию. То есть вы успели посмотреть. Да, да. Мы размялись, посмотрели, где что хорошо поснимать, где какие будут площадки интересные. Природа потрясающая, горы великолепные. И в первый день была самая лучшая, наверное, погода. А дальше это уже было не важно. А дальше уже было не до погоды. Спасибо, ребят. Очень интересно вы рассказали о том, что происходило на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Как мы и обещали, мы обязательно здесь продолжим эту историю. Ну, в нескольких вариациях, я бы даже сказала. В разных форматах. Я надеюсь, что все будет на пользу, в том числе и развитие нашего региона, и там Кировское, Вятское. Все это будет продвигаться и в Федерации, и за рубежом. Ну, и последнее, что вот я хотела просто подчеркнуть еще раз, и вы об этом говорили в программе «В перерыве», что у зарубежных гостей эмоций, впечатлений было чуть ли не больше, чем, собственно говоря, у родных, что называется, у России. Ну, потому что каждый был занят своим проектом, а иностранные гости, они были очень активны на нашем стенде, и это тоже очень хороший показатель. Ну, просто когда мы говорим о том, а что такое город Киров в Кировской области, может быть, надо и об этом тоже задуматься, вот в эту сторону тоже посмотреть. Спасибо. Виктория Столбова, Артем Плаксин, Вера Власова и Софья Кулешова. Говорили мы о Всемирном фестивале молодежи и студентов. Сейчас перерыв. В новом часе мы будем говорить о том, как преподается основа православной культуры в нашей школе, на что стоит обратить внимание, и говорить мы будем об этом с протеереем Евгением Смирновым. Продолжение следует...